Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» от артиста Валерия Астахова и Владимира Ямненко. Говорят, чувство юмора – это ангел-хранитель нашего мозга. Поэтому подписывайтесь, смейтесь на здоровье и живите долго. А мы начинаем. Скажите, а вы занимаетесь каким-нибудь спортом? Конечно, занимаюсь. Паркуром. Класс! А как бы посмотреть? Ну, не знаю. Обычно у нас паркур начинается после крика «Шухер». Сынок подходит к отцу и говорит, пап, а скажи, что действительно у вас в Советском Союзе секса не было? Говорит, не было, сынок. Говорит, что и порнухи тоже не было? Говорит, да не было, сынок. Какая порнуха в Советском Союзе? Не было, конечно. А что, и Камасутрой вы тоже не пользовались? Ой, чем-чем? Камасутрой. Да какой Камасутрой? Я тебя умоляю, сынок. Камасутрой. Не было у нас никакой Камасутры, сына. Говорит, вот это да. А как же вы трахались? Как же вы точку G искали? Да вот так, сынок. Трахались. Лизали все подряд. А я напоминаю вам, дорогие друзья, пишите ваши комментарии. Может быть, следующий приз получите именно вы. А мы продолжаем. На море. Мама, мама. Что такое? Смотри, акула. Где? Да, сынок, какая акула? Это твой папа на спине плывет. Фима, я слышал, ты женился? Так и да. Ну и как супруга? Ну, жена у меня чемпион страны по боксу в полутяжелом весе. Больше ничего плохого о ней сказать не могу. Пациент у врача, врач ему выписал лекарства и говорит, вот, пожалуйста, ваши лекарства, принимайте их до конца жизни. Говорит, как, доктор, подождите, как до конца жизни? Тут же написано, принимать в течение двух месяцев. А я как сказал? Представляешь, подруга, Вася мне сказал, я тебя люблю. А он это тебе сказал до секса или после? Думаю, для. Сережа понял, что у Ани семья очень интеллигентная. После того, как он услышал, что кота зовут Шнырь. Представляешь, Вовчик, из-за этого кризиса во мне стало просыпаться что-то еврейское. Это как? Ну, например, вот в ресторане я меню читаю как Тору, справа налево. Я вот это не понимаю людей, которые так яро утверждают, что все богачи, они наворовали, наворовали. А тёлки, которые разбогатели, они всё это насосали. Дебилы какие-то. Вот эти люди, которые так рассуждают. Они что, не понимают, что женщины тоже могут украсть. А мужчины тоже совершенно разнообразны. Однажды я пошёл на охоту со своим боссом. И вдруг из лесу на него бросился медведь. И я понял, вот, вот, вот мой шанс доказать, на что я способен. Ну и продвинуться по служебной лестнице. Я быстро вскинул ружьё, метким выстрелом уложил его. Но и стал боссом, а тело медведь утащил в лес. Парень увидел девушку. Она ему так понравилась, что он проследил за ней и вычислил, где она живёт. Пошёл, купил букет цветов и решил сделать ей сюрприз. Он подошёл к двери, позвонил, она открывает дверь, смотрит на него и говорит. А вы кто? Я тот мужчина из ваших фантазий. Она так. А почему один? Всем девушкам, ждущим принца на белом коне, сообщаю. Конь сдох, иду пешком. Немного задерживаюсь, так что ждите. Рассказали одну историю про турах Хиердала. Он много путешествовал, и как-то раз он попал в племя каннибалов. Он начал общаться с вождём, много ему рассказывал о своём, тот ему о своём. И вот он как-то дошёл до нашей европейской цивилизации и рассказал вождю племени, что у нас здесь происходят войны, люди убивают друг друга. Овощ сильно удивился, несколько раз турах Хиердала переспросил. Вы что, воюете, убиваете друг друга и не съедаете? Просто закапываете в землю? Он говорит, ну да. На что овощ ответил, ну вы и дикари. Официант, а вам не трудно будет сделать мне кофе с пенкой? Да раз плюнуть. Учёные всех стран задались вопросом, почему мужской член к концу имеет утолщение. Ну, французские учёные потратили, наверное, 150 тысяч евро на исследование и пришли к выводу. Оказывается, мужской член имеет утолщение к концу для того, чтобы удовлетворять женщин. Американские учёные тоже провели свой эксперимент и потратили около миллиона долларов, пришли к выводу, что ничего подобного. Оказывается, это утолщение для того, чтобы получил кайф сам мужчина. И только вактёр Сидоров, не потратив ни копейки денег, пришёл к правильному выводу. Это чтобы рука не соскальзывала и не била себя в лоб. Яша, скажите, зачем вы, такой интеллигентный человек, избили изяму? За дело. Он спит с моей женой. Подождите. Если у человека совпадают вкусы с вашими, так что надо за это его пиздить? Знаете, когда я был маленький, учительница рисования постоянно мне говорила, ай, Вовочка, сиди, не трогай даже карандаши, у тебя нет никакого таланта. А недавно я был на выставке импрессионистов. Получается, что эта сука во мне такую карьеру мою загубила. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и всё. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok